Повторю, главная цель визита Обамы на Аляску — борьба с климатическими изменениями. Об этом же сегодня говорил госсекретарь Керри, который сравнил эту проблему со Второй мировой войной. Угроза, связанная с климатическими изменениями, конечно же, несколько иного характера, чем Вторая мировая война. Но она не отличается в плане глобального охвата и потенциального вреда. Ну а срочная необходимость в глобальном сотрудничестве сейчас точно такая же, как в 30-е, 40-е и 50-е годы прошлого века. До ближайших выборов президента США больше года, что, впрочем, не мешает некоторым американцам планировать свое участие в следующих выборах уже в 2020 году. О своих президентских амбициях объявил человек весьма далекий от политики, хотя ораторское искусство ему знакомо. О новом кандидате на пост главы американского государства в репортаже Валерия Кипелова. И да, как вы, наверное, уже догадались, я принял решение. В 2020 году я буду бороться за президентство. До этого момента церемония вручения главных музыкальных наград по версии MTV казалась ординарным сборищем американской поп-элиты. Но эпатажный мастер на скандалы Канни Уэст ожиданий папарацци не обманул. Его замах на Белый дом озадачил даже видавших виду журналистов. Американский шоу-биз в прошлом уже поставлял кадры для большой политики. Из актеров в президенты в свое время переквалифицировался Рональд Рейган, а в губернаторе Калифорнии терминатор всех времен народов Арнольд Шварценеггер. Рэперы главный пост в стране еще не занимали, но ведь все когда-то бывает впервые. Первой идеей одобрила возможная будущая первая леди страны, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Кардашьян. Дама выдающихся форм, которая сейчас ожидает второго ребенка, всем своим телом, похоже, готова отдаться на служение Отечеству. Однако Отечество к таким жертвам, возможно, еще не готово. Я бы за Канни Уэста не проголосовал, но я поддерживаю его устремление. Ну, если Дональд Трамп может баллотироваться, то почему не может Канни Уэст? К счастью, у нас есть первый чернокожий президент, так что Канни теперь может стать просто президентом и не думать ни о чем лишнем. Я думаю, что он действительно может принять участие в гонке. Эго у него еще то. И жена красивая. Так что Канни 2020. Думаю, он сделал ошибку, но ценю его интерес в политике и в будущем страны. Я бы ему свой голос не отдал, ведь у него нет нужных для президентства навыков, опыта и компетентности. А для Канни это просто хороший повод помелькать в прессе, быть на слуху. Канни Уэст – мультимиллионер и успешный бизнесмен. Его состояние оценивается примерно в 130 миллионов долларов. Одним словом, деньги на предвыборную кампанию у него есть. Да и толпы поклонников Уэста, скорее всего, не будут утруждать себя выяснением характера его политической платформы, тонкостями планов партстроительства и взглядами кандидата на экономические проблемы страны. Если Канни не передумает выдвигаться на главный пост государства, то политологи гарантируют, в 2020 году США ждет самая увлекательная президентская гонка в истории страны. Валерий Кипелов, Ксения Мыштук, Александр Бабаев, RTVI, Нью-Йорк.